Историческая тенденция капиталистической... А мы его не рассматривали, поэтому надо было самостоятельно прочитать. Я забыл сказать, где найти. Это, конечно, правильно было бы, если вы начали, открыли первую страницу, дошли бы почти до самого конца. Там 25 глав в первом томе капитала, а вот 24 глава... Нет, не так называется, там седьмой параграф, последний. Вот так и называется. Историческая тенденция капиталистического накопления. Было бы замечательно. Нам до этого говорили читать по порядку. Правильно. Не представляете, кто-то из вас пришел, что я вот читал, читал, читал и обнаружил, читая 24 главу, седьмой параграф, ответ на последний вопрос. 24 глава, параграф номер 7. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня у нас семинарское занятие. План действий такой. Мы обсудим вместе с вами, с помощью вас, те вопросы, которые рассматривали на лекции. Затем рассмотрим те вопросы, точнее, те ответы слушателей заучного отделения, которые вызвали трудности. Затем рассмотрим те вопросы, которые у нас несколько выпали из нашего обсуждения. Вот такой план действий. Сегодня рассчитываем на вашу активную работу и помощь. Короткая информация. Докладываю вам, что проверены все контрольные работы, которые поступили по состоянию на 23.10, то есть на сегодня на 6 утра. Таковы было 163 работы. Две работы. У нас там технические проблемы не открывались, файлы. А так, общий вывод замечательный. И вообще, смотря по тому, как было раньше, у нас уже не первый год, самое главное, что могу отметить, это самостоятельная работа чтения той литературы, которая представляет себе базу основ марксизма-ленизма. К учебникам вращается все меньше и меньше. Хотя, это остается. И на таком вопросе, как основной экономический закон капитализма, очень многие споткнулись. И мы на нем остановимся более подробно. Значит, география тех городов, где находятся наши слушатели, по всей России, начиная от самого запада до Петропавловска-Камчатского. Москва, Ленинград, Самара, Ижевск, Нефтекамск, Электросталь, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар и Красноярск, Севастополь, Шаранск, Томск, Тула, даже город Киржач есть небольшой. За пределами России, тоже по всему миру, это Кыргызстан, Латвия, Украина, Китайская Народная Республика, Южная Корея и даже Канада. То есть, Красный университет работает на практически весь мир. Итак, напоминаю, мы рассматриваем экономическую теорию марксизма. Главное произведение марксизма Какой? Капитал Маркса. То есть, в нем дано изложение. Предмет исследования капитала. Точнее, предмет исследования. А еще точнее, совершенно правильно. Есть такая игра, знаете, когда от детей прячут какую-то игрушку, ищут, да, тепло, очень тепло. Капиталистический способ производства и соответствующему производственные отношения. То есть, что такое производственные отношения? Отношения, которые скрадываются в процессе производства материальной инфектора. В процессе производства, точнее, между людьми. А способ производства – это единство. Производственные отношения, они ведь не витают сами по себе, они привязаны к каким-то определенным производительным силам. А производительные силы – это средства производства и люди. Так вот, единство производительных сил представляет себе способ производства. Какие способы производства, знает история человеческая? Капиталистические. Их пять. Давайте поистую. Совершенно правильно. Первобытные. Первобытные, общенные первые, рабовладельческие, феодальные, капиталистические и коммунистические. Все правильно. Значит, капитали Марса изложено, представлено как система, как научная система. Представлено. Вот. Развитие капиталистического способа производства и соответствующих производственных отношений. Что значит дилектическая система? Ведь у нас есть такое понятие, очень популярное. Системный подход. Системный подход, я, так сказать, популярным излагал, это когда берут живое целое, начинают разрезать на части. После этого из этих частей пытаются сложить. Ну, не хочется обращаться к медицине, когда в одном заведении режут труп на части, да? Но это не труп, это труп, точнее, это части трупа. Если живого человека, не дай бог, разрезать, это будет уже не человек, а труп. Или в детской игре, когда из кубиков так рассыпают на полу, складывают одну систему. Мне понравилось. Снова рассыпали другую. Это называется произвол. А наука – это система знаний. Когда? Начало есть неразвитый результат, а результат представляет себе развитое или развернутое начало. Совершенно верно. Когда берется какое-то первичное отношение исходное, в котором в себе еще заложены все другие категории. Ну, в себе. В себе это в зародище. И развитие этой категории дает нам более развернутые, более конкретные, более богатые. То же самое и законы экономические. Говорят, что экономическая система или система производственных отношений – это система категории, понятий и экономических законов. То же самое есть такой основной закон, который в себе задерживает все другие законы. Ну, в себе. Но он же тоже не мертвый, а развивающийся. И развитие этого основного закона дает нам производные законы. То есть, все остальные законы экономические, они производные от этого основного экономического закона. Вот такое небольшое уступление. Итак, какая экономическая клеточка капитализма, капиталистических производственных отношений? Товар. Товар. Кто может рассказать, что такое товар, какие его свойства, определенности, характеристики? Кто возьмет себе? Пожалуйста, попробуйте. Я побаиваюсь. Кто тогда? Ну, что сможете? Ну, товар – это продукт, который создан с помощью рабочей силы для обмена. Так. Вот. То есть, когда он вступает в обмен, происходит взаимовыгодное… Нет, как взаимное отчуждение. Ну, давайте сначала, значит, две важные вы сказали мысли. Первая – это продукт труда. Продукт труда, да. Ну, Марс так пишет – это вещь. Материальная. Да, материальная вещь, товар. То есть, услуга товаром быть не может. И второе – он предназначен для обмена. То есть, не для собственного потребления, а для обмена. Если я картошку там у себя на коробе вырал, ну, в смысле вырастил, вырал и у себя употребил, то это товар. А если у меня осталось там излишки, я понес его на рынок, ну, уже… Точнее, нет, если я съел этот продукт, а если я на рынок его понес, то это товар. Ну, там излишки. Решенно правильно. Дальше. Обмен – это взаимное отчуждение между товаропроизводителем, между владельцами товаров, производителем и покупателем. Да, продавцом-покупателем на основе свободного договора. Свободного договора. Ну, все правильно. То есть, товар – это продукт труда, предназначенный для обмена. Вот его самое простое определение. А вот как вот стоимость появляется в этом товаре? Стоимость – это, ну, как я понимаю, я могу сейчас ошибиться, это рабочая сила, которая заключена в товаре. Ну, вот это, так сказать, спорное утверждение. Ну, и с учетом ресурсов, которые были затрачены, ну, там, материальных ресурсов. Это способность товара удовлетворять человеческие. А, про потребительные. 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 Тогда получается, что стоимость имеет потребительную. Товар. Имеет две стороны. Имеет две стороны – потребительную стоимость и миновую стоимость, правильно? Правильно. Или просто стоимость. И стоимость, и это правильно. Вот, я пробовал мне. Замечательно. Кто-то может продолжить? Нас интересует пока стоимость. Это воплощенный в абстрактный труд. В товаре абстрактный труд. Значит, что такое абстрактный труд? Как вы его понимаете? Слово такое абстрактное. Это значит, такое-то, какое-то, никакое, да? Вот есть конкретный труд, а есть абстрактный. Конкретный – это очень понятный, да? Это труд конкретного работника. Вот тебе слесарь, вот тебе токарь, вот тебе плотник, вот тебе хлебопек. Их действия и функции отличаются же друг от друга. Но в то же время он есть затраты человеческого труда безотносительно этой конкретной целесообразной формы. То есть круто вообще. Как затрата человеческой энергии, человеческой силы. И в этом понимании он, так сказать, является абстрактным трудом, созидателем стоимости. Обратно. То есть стоимость, вывод делаем, абстрактный труд, воплощенный в товаре. Или еще короче, как иногда любят говорить молодежь. Это труд, воплощенный в товаре, да? И, соответственно, стоимость измеряется количеством этого абстрактного труда. Но не такого, так сказать, индивидуального. А какого? Абстрактного. Нет, понятно. При средних условиях производства, при средней производительности труда… Общественный необходимый труд. И время. Да, совершенно. Он называется общественно необходимый труд. И вот здесь появляется… Так, есть вопросы здесь? Потому что нам нужно идти дальше. Почему именно? А, на этом плане дальше. Ну, время, почему именно? Время затрачено, а не к примеру, энергии. Почему именно время? Наверное, время, потому что тоже ресурсы объединяют. Ну, энергия тоже объединяет затраты. Ну, энергия – это очень понятное, неконкретное. То есть, время конкретное. Энергию можно померить, время можно померить. Затрачено. Надо оставить пока этот вопрос. Значит, давайте так. Мы подошли к понятию стоимости. И, соответственно, к закону стоимости. Мы рассматривали вкратце эту проблему на прошлом занятии. Давайте вспомним. Значит, что такое закон в философском понимании? Вы уже прошли? У вас два занятия по философии были. Вы должны практически все знать. Попокое явление. Замечательно. Просто замечательно. С вами приятно дискутировать, обсуждать и рассматривать проблемы. Потому что, если вы откроете словари философские, учебники, там такое будет написано. Спокойное явление. То есть, есть мир явлений. Он очень богатый, противоречивый, разнообразный. Самый простой пример – это течение реки. Вот на поверхности волны, буруны, водовороты. Бывают обратные течения. А внутри такое спокойное. Вот он идет в одну сторону течения реки. Значит, закон, в отличие от явлений, это спокойное явление. На поверхности экономических отношений. Вот возьмем вот этот товар, меновую стоимость. Количественные пропорции, в котором один товар обменится на другой товар. Мы берем самые начальные этапы развития товарного производства. Или более развитые возьмем цены. Они постоянно скачут туда-сюда, вверх-вниз на один и тот же товар. Решли утром в магазин. Один ценник ищет вечером, другой, послезавтра, третий и так далее. То есть, цены, это вот явление, они колеблются. А за ними стоит стоимость спокойной линии. Соответственно, это закон стоимости. Определение стоимости общественно необходимыми затратами труда. Вот появляется у нас первый экономический закон. Значит, еще раз, это важнейшая проблема. И она, наверное, важна, выскажу крамольную мысль, не столько для капитализма, поскольку там все ясно. Маркс написал капитал нам, представил развитие всей системы экономических категорий, законов капитализма. Все ясно. Она важна, эта проблема, для социализма. Значит, еще раз. Первый закон, первый, то есть, он исходный, простейший. И все остальные экономические законы капитализма, они находятся в законе стоимости, но еще как бы в себе, в неразвитом виде. И дальнейшее развитие стоимости и товара дает нам новые экономические категории. Из товара возникает деньги, из денег, капитал и так далее. То же самое с экономическими законами. Из законы стоимости какой появится закон? Вот мы рассматривали, часть стоимости появится, да? Закон прибавочной стоимости. А потом появятся законы капиталистического накопления. Это первый, то там, закон капиталистического народонаселения, можно много найти законов. А затем появятся законы средней нормы прибыли к понижению и так далее. То есть, вывод очень простой. Основной экономический закон капитализма – это закон стоимости. Вот это единственный вопрос, который всегда вызывает проблемы у слушателей и вызвал и в этом году. То есть, мне как преподавателю с известным стажем понятно, откуда растут ноги. Из плохих учебников политической экономии, которые, к сожалению, наверное, пользуются еще. Пишут, что основной экономический закон капитализма – не все, меньшая часть, но все-таки есть такое. Это производство прибавочной стоимости и присвоение капиталистами путем увеличения численности наемных работников и усиления эксплуатации. Но надо же различать основной экономический закон и цель. Некоторые цитируют Марсу, что движущим мотивом и определяющим целью капиталистического процесса производства является, возможно, большее самовозрастание капитала, то есть, большее производство прибавочной стоимости. Цель. Что это такое? Ну, как понятие, может, философское или обыденное. Туда, куда надо прийти, да? Совершенно верно. Точнее, предвосхищение результата. Результата, правильно? Результат – это у нас развитое начало. То есть, производство прибавочной стоимости, оно не может быть исходным, первоначальным. Это уже развертывание основного экономического закона – закона стоимости. И производство прибавочной стоимости происходит на основе закона стоимости. И сама прибавочная стоимость – это что такое? Следующий вопрос к вам. Что такое прибавочная стоимость? Стоимость неоплаченного, а тогда рабочего. Совершенно верно. Это часть стоимости. То есть рабочий в течение дня создает новую стоимость, которая включает в себя необходимую стоимость. Пожалуйста. Необходимую стоимость. Совершенно верно. Необходимый труд, необходимое время. Что это такое? Это то время, за которое рабочая сила окупает сама себя. Ну как бы трудится на себя, воспроизводит стоимость своей рабочей силы. Причем Марс абстрагируется от тех конкретных вещей, что у нас сейчас заработная плата, как денежное выражение стоимости, она составляет в лучшем случае пятую часть, средняя зарплата трудящаяся, пятую часть стоимости рабочей силы. Он берет даже ту ситуацию, когда, скажем, заработная плата равна стоимости рабочей силы. То есть мы это опускаем пока. Значит, необходимый труд – это время или необходимое рабочее время. Время, в течение которого рабочий воспроизводит стоимость своей рабочей силы. А прибавочное рабочее время? Это то время, в котором он создает прибавочную стоимость. То есть рабочая сила производит больше, чем стоит сама. И вот эта разница – это и есть прибавочная стоимость. Которая безвозмездно присваивается на основе какого закона? Прибавочной стоимости. И этого и самого первого исходного – закона стоимости. Закона стоимости. Вернемся, сделаем небольшое отступление по поводу основного экономического закона капитализма. Еще раз. Это закон стоимости. Что произошло у нас в СССР? Он использовался. Он использовался, да? Да. Значит, СССР какая была страна? Социалистическая. Что такое социализм? Первая фаза. То есть, это коммунизм в первой фазе. Это коммунистический способ производства. Способ производства, диаметрально противоположный капитализму. И вот с определенных времен, с определенного периода, коммунистической экономики, да, в коммунистической стране стали использовать… Какой экономический закон? Закон стоимости. Какой экономический закон? Капиталистический. И не просто капиталистический, а какой? Основной экономический. Основной экономический закон капитализма. Ну, и какой закономерный итог тогда? К чему мы пришли? Не мы пришли, а привили. Произошла реставрация капитализма. Совершенно правильно. То есть, вот, казалось бы, попытки уничтожить социализм были неоднократные. Вот у нас целое полчища посылали. Не получилось. Потом сообразили, как это просто сделать. Оказывается, надо внедрить в сознание определенных групп лиц и провести определенные действия. То есть, конечно, проблема гораздо сложнее, но мы берем вот пока эту суть. То есть, строить коммунистическую, социалистическую экономику, социалистическое производство на основе закона стоимости, это значит неизбежно прийти к капитализму. Потому что в экономическом законе стоимости в стоимости сидит не в развитом виде, но сидит капитализм. Если вы взяли яйцо крокодила, начали его ухаживать, высиживать. Надеясь, что там из него вырастет страус, это безнадежное занятие. Кто вылупит из этого яйца? Крокодил. Совершенно верно. Так, давайте идем дальше. Можно вопрос? Сразу можно вопрос, конечно. Вот если стоимость, закон стоимости, он просто говорит о том, что нет еще производства. О том, что затраты определяется количеством. И правильно, и неправильно, как можно ответить? Я дважды говорил, и может, конечно, недостаточно хорошо, и на лекции, и сейчас, ведь система производственных отношений, она ведь тоже живая, она ведь развивается. Это вот не такое, когда берем из кусочка, что хотим, произвольно складываем. Это такая система, когда из чего-то исходного, производного, развивается все остальное. А вот это все остальное более развитое, более конкретное есть в первом, в исходном, в основном, но еще в неразвитом виде. Поэтому, на первый взгляд, закон стоимости вроде такой безобидный. Что в нем плохого? Что закон стоимости говорит, что стоимость определяется общественно необходимой затратами труда. Да замечательно. Так ведь? И что плохого, что если все будут обменивать, будут производить товары, и товары будут обмениваться в соответствии с затратами, со общественно необходимыми затратами труда. Замечательно. Только в том-то проблема, что стоимость, в законе стоимости, в зародочи сидит капитализм, неизбежно будет развиваться. Неизбежно. Вот в чем дело. Если будет возможность, проведите такой эксперимент. Возьмите 100 человек добровольцев, куда-то их там отправьте, создать все условия. Вот они были мелкие товаропроизводители. Выращивали картошку, скот и так далее. И придите через несколько лет. Что получится? Покрупно выбирать совершенно правильно. В пределах 100 человек. Давайте возьмем пока не такой большой исторический период. Ну, два-три года, четыре. Что там получится? Капитализм. А что значит капитализм? Из этих 100 будет два-три капиталистических предприятия. Капиталисты, а остальные будут наемные, рабочие. На основе закона стоимости, да, вот, на поверхности явления, так сказать, он проявляется через конкуренцию товаропроизводителей. В ходе конкуренции, что такое конкуренция? Это борьба за частный интерес. Борьба за стоимость у мелких производителей. Борьба за прибавочную стоимость у этих. Большая часть разоряется, меньшая часть вырывается, как у них называется, выливается в люди. То есть, становится капиталистами. А те, которые развиваются, куда идут, к кого превращаются? В рабочих. Не просто в рабочих, а в наемных рабочих. В наемных рабочих. То есть, в законе стоимости, самой стоимости сидит капитализм еще. Сидит, как бы в не разом там виде, зародыши. И в соответствии с этим вот этой логикой развития капитализма, внутренне заложенной, неизбежно приходит капитализм. А ведь, что теоретики того периода в СССР, которые пропагандировали и проявили жизнь, вот эту идею так называемого социалистического товарного производства. Они оставили понятие товара и стоимости. Вместо диалектики, которая правильно отражает жизнь, истинно отражает жизнь, я говорил уже, так вот образный пример, они используют метод топора. Вот это единое целое, да, брали топором и рубили. Вот с этой стороны был товар, закон стоимости и деньги – это хорошо. А вот с этой стороны капитал – это плохо. Вот возьмите, откройте любой учебник политической экономии. В 60-е годы, в 70-е годы. Вот они говорят, деньги – это хорошо, закон стоимость замечать, надо использовать. А в отношении капитала там никаких нет ни объяснений, ни доказательств. нет. Вот нет и все. Эксплуатации нет. И рабочая сила при социализме не является товаром. А почему? Ну, если социалист представляет в их понимании товарное производство, значит, у нас продукты труда имеют форму экономическую какую? Товаров. Тогда рабочие, которые приходят в магазины, они-то что дают замену, если они оттуда товары берут? Товар какой-то, а какой они товар могут дать? Рабочую силу. Рабочую силу – деньги, заработная плата, денежная стоимость, денежное выражение, стоимость товара, рабочая сила. Здесь даже не нужно диалектической логикой владеть, чисто формальная логика. Если ты пришел в магазин, там товары, ты что должен дать? Товар. Товар рабочей силы. Вот не объясняли, просто вот так вот нет и все. Хотя на самом деле это так. Мы неизбежны. Вот теоретическая, я не знаю, это ошибка, не ошибка, но объективно это вот была ревизия. Это ревизия, которая привела к уничтожению социализма. Вопрос вопрос. В чем измеряется затрата труда при социализме? Давайте так в сравнении. Поскольку социалистическое производство, оно диаметрально противоположное товарному, то диаметрально противоположное на основании. Здесь стоимость товарного производства, а здесь потребительная стоимость. Стоимость – это затраты труда, я короче буду говорить, да? Что является противоположным затратам труда? Ну, давайте. Затраты труда противоположные. Экономия. Экономия труда. Кто это сказал? Совершенно правильно. Совершенно правильно. Экономия труда. Цель. Какая? Цель производства при капитализме. Все правильно отвечают. Какая цель получения? Прибыли. Прибыли. Можно так сказать. Прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость. Поскольку прибыль – это испревращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. Короче, это форма прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость, еще раз, это что такое? Это часть? Часть неоплачивого труда. Часть чего? Короче. Часть труда. Часть затраты труда. Короче. Совершенно верно. Это часть стоимости. А стоимость – это что такое? Это затраты труда. И вот мы здесь видим противоположность классовых интересов капиталистическому обществу. Хоть тогда, хоть сейчас у нас в стране. Пожалуйста. Вот класс наемных рабочих, класс капиталистов. Для капиталистов прибавочная стоимость и прибыль, которую они получают, тогда что для них? Прибыль, что-то прибывает, это слово прибывает. А для рабочих это что? Туболь. Туболь. Это затраты их труда. Поэтому цель капиталистов – увеличить прибавочную стоимость. То есть заставить работать больше, интенсивнее, производительнее и так далее. То есть для рабочих это затраты труда. И увеличение прибавочной стоимости для капиталистов – увеличение затрат прибавочного труда. Социалистическое производство, которое называется непосредственно общественное производство, основано на противоположных личинах, на потребительной стоимости экономии труда. И целью является обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. И это вот в теории. Замечательно. Кто-то против этой цели? Вот Иисус. Ну, замечательная цель – обеспечить полное благосостояние и еще всестороннее развитие личности. – Свободная ситуация. – Замечательно, да. Спасибо, что подправили. Свободная, всесторонняя развитие всех членов общества. Замечательная цель. Никто не вступает против. Значит, вопрос – а как это реализовать? Должны быть какие-то конкретные механизмы, ну, слово нехорошие механизмы, инструменты, системы экономические, правильно? Методов управления. Тогда система была создана, она получила название «Система государственного, планового, централизованного управления экономикой». Так? Я пока опускаю вопрос, что она государственная по необходимости, плановая и централизованная, потому что экономика представляла себе единую монополию, направленную на службу всему обществу. А вот экономическая, поскольку мы берем вот эту вот ее содержательную сторону, экономическую, в чем выражался закон потребительной стоимости, да, как он реализовывался? В экономии затрат труда. Вот наши предшественники, те, которые люди создавали, устроили социалистическую экономику, ну, это великие люди. Это интересный вопрос сказать, по фамилии узнать. Это и организаторы производства, наверное, и партийные работники, ученые какие-то. Они вот это дело нащупали, причем в борьбе. У нас не прибыль и лентабельность, как сейчас, да, на поверхности явления все регулируют, а себестоимость, снижение себестоимости. То есть, с одной стороны, вот даже по-простому давайте так рассуждать, обеспечение полного благосостояния. Что нужно делать? Первое, на этот какой-то определенный набор конкретных продуктов нужно иметь, да. Вот столько надо квартир сделать, такой площади, такого качества для членов общества. Столько костюмов пошли, столько школ построить, и так далее, и тому подобное. Столько вырастить хлеба, и так далее. И с другой стороны, что нужно делать? Вот чтобы обеспечить свободное всестороннее развитие всех членов общества. Нужно свободное время, да, не будем пропускать логическую цепочку. А свободное время откуда получить? Совершенно правильно говорите, сокращать рабочее время. А сокращать рабочее время каким, как можно, путем. Это же не просто так вот захотели, подписали указ, и завтра у нас будет не 8-часовой рабочий день, а 4-часовой. Но экономика в два раза рухнет. Это повышает производительность труда. И вот она выстраивается цепочка. Значит, снижает себестоимость за счет чего? За счет повышения производительности труда, ну и внесения каких-то других улучшений. И эта система была выстроена в целом, повторяю, в целом. Там много было противоречий, трудностей, проблем к середине 30-х годов. То есть, она уже функционировала. И функционировала, ну, до прихода, так сказать, группы Хущёва и до 65-го года. Когда, после так называемой экономической реформы 65-го года, эту экономику, эту систему социалистического планового централизованного управления поставили с ног на голову, себестоимость против взяли и молча выкинули. А на первый план что поставили? Прибыль. И ещё. Рентабельность. Рентабельность – это что такое? Ну, прибыльность, иначе говоря. Прибыльность. Показатель прибыльности. Отношение прибыли к фондам. Она по-разному измеряется. Ну, тогда измеряли фондом. Ну, и всё. То есть, для социалистических предприятий сделали главным показателем, показатель прибыли и рентабельности. Ну, а дальше уже вы можете всё это прокрутить назад, то, что мы, так сказать, сейчас говорили. А чтобы получить прибыль? Вот она, в политэкономическом плане. Для рабочих – это затрата труда. А дальше пошёл процесс. Прибыль получается как на поверхности явлений. Вот. От цены отнять надо издержки производства. Первый путь – можно снижать издержки производства. А второй путь – можно повысить цену. Конечно. Вот первый путь у нас пошёл. Так называемый ползучий рост цен. Ну, вы, наверное, не застали. Да и я, ну, по истории читаете. Ползучий – это когда тихий, незаметный. Второе. Такое явление было, вот в те годы масса уже пошла. Это так называемое вымывание дешёвого ассортимента. Вот были булочки, скажем так, по 12 копеек. И вдруг они исчезли. Потом появились через некоторое время уже по 15 копеек. Потом по 18 и так далее. Ещё и третий путь был. Когда-то булочки остались по 12 копеек, но раньше весили 200 грамм, а теперь 150 грамм. Ну, вот пошёл, пошёл процесс. Но не в этом дело. Это, так сказать, образцово-показательные примеры такие, которые на поверхности лежат. А на самом деле, повторяю вывод, пытаться построить социализм, социалистическую производство на основе закона стоимости. Основного экономического закона капитализма – это прямой путь, возврат капитализма, который произошёл у нас. Вот переходный период был. 60-е, 70-е, 80-е годы. В конце 80-х, начале 90-х только завершился уже юридическим оформлением собственников средств производства. Так, вернёмся. У нас ещё много… – Вам ещё вопросик? – Конечно. – Ну, при современном строе можно построить социалистическое предприятие? – Конечно. – Оно же более прогрессивное будет по отношению к… – Так как в рамках капитализма построить социалистическое? Такого нельзя. – А почему, например, при феодализме можно капитализовать больше? – А вот такая особенность отношений, что капиталистические отношения возникают в недрах капитализма, существуют рядом с феодальным поместьем и так далее. А социалистические производственные отношения, вот они не вызревают. Вот вы правильный вопрос задали, давайте подробнее посмотрим. Маркс Капитали и Энгельс делали вывод очень простой, что социалистические производственные отношения или коммунистические, это будем считать одно и то же, они не возникают в недрах капитализма. А Ленин, рассматривая высшую стадию развития капитализма, империализм, уже внес уточнение, что да, они возникают в целом за исключением наиболее развитых форм. Он перечислял эти формы. Наиболее яркий показательный пример – это банковская система. Банковская система, ну банки что из себя представляют? – У них деньги без товара, а не такой. – Тоже деньги без ранения, посредствуют товар, деньги, деньги, деньги. – Ну правильно, это тоже, это тоже, далеко мы забегаем, но видимо неизбежно. Не будем же откладывать на февраль месяц, по плану мы тогда должны были рассматривать. Значит, есть сфера производства, вот в экономике различают, сферу производства и сферу обращения товаров. Мало произвести товар, вот на капиталистических предприятиях там, неважно, произвели товары, дальше-то что с ними делают? Их реализуют, продают. Вот продажи товаров или обмен товаров – это сфера обращения. И в этой сфере обращения, ее часть, ее кусочек и момент – это сфера денежного обращения. Вот я вам товар, вы мне деньги, да, деньги туда, деньги сюда. Так вот, сфера денежного обращения – это сфера деятельности банков. Это такие специфические или особые капиталистические предприятия, которые обслуживают капиталистическое производство, вот выполняя определенные функции в сфере обращения. Первая функция какая? Произведение расчетов между капиталистами, так? Второе – собирание, или есть такой термин – аккумулирование временно свободных денежных средств. Вот капиталистическое предприятие, оно постоянно функционирует, производит товары, их реализует. Капиталист получает деньги. Куда они деньги? Держатся в сейфе? Нет, в банке, конечно, дают. У нас, кстати, сейчас ограничения, правильно? На расчеты между юридическими лицами, наличные денежные, пожалуйста, банки, вот несут в банке, там открывают банки, открывают счета, принимают эти деньги, и производят расчеты безналичные. Это опускаем вопросы. Все это развивается постоянно, масса этих форм. То есть, аккумулируют временно свободные денежные средства. Не только капиталистов, сейчас и ее население. Третья функция – предоставляют капиталистам тех, кто нуждается во временное пользование эти самые денежные средства. То есть, предоставляют кредиты за определенную плату. Плата называется банковский процент. Вот чем занимаются банки. Это уже потом, на стадии империализма, они становятся монополистами вот этого судного капитала. Происходит сращивание банковского капитала, промышленного образования, финансового капитала и финансовой олигархии. Эта тема у нас будет в феврале. Она так и называется. Этапы развития капитализма. Возвращаясь еще раз к вашему вопросу. Еще раз напомните, там мы обсуждали. Почему невозможно? Так вот, банковская система такая вот по мере развития, она идет к тому, что… Там тоже сейчас много банков. Вот у нас в России сейчас 500 банков действующих, с действующей лицензией. Но, в принципе, для того, чтобы функционировала капиталистическая экономика, достаточно одного банка. Вот вы ходите в крупные супермаркеты иногда, заходите и ставят банкоматы разных цветов на разных банках. Они выполняют одну и ту же операцию. Или что, чем отличается операция, которая производит банк? Вот, у которого банкомат зеленый цвет покрашен, от банкомата, который в синий цвет или в красный. Ничем. Что, если вы свою карточку ставите в этот банкомат, он нам больше денег даст? Меньше. Если вы закажете тысячу, меньше правильно. Комиссию только возьмите. Совершенно правильно. А так, по сути, одни и те же операции. Поэтому уберите вы это дело. Более того, если бы, скажем, был один банк, выполнялся операция теоретически, ведь от этого капитализм же никуда не денется. Вот я рекомендую почитать вам замечательную работу Владимира Ильича Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Да, она написана, если не ошибаюсь, в сентябре 17-го года. Уже дыхание революции социалистической, да? Советской революции. Ну, вот, временное правительство довело Россию-матушку до грани экономического краха. И вот Владимир Ильич Ленин пишет, дает рецепты буржуазному временному правительству, что нужно сделать, чтобы неверную страну впучину экономической катастрофы. В том числе пишет о том, что вот, пожалуйста, национализация банков. Один банк. Ну, какая разница, вот у того же капиталиста вклады в этом банке, в этом, в этом. Ну, национализируйте, ведь он не потеряет ни рубля, ни копейки, будет у одном банка. Значит, что из себя банк представляет? Подытожим в таком случае. Это идеальная система общественного счетоводства. То есть, вся экономика, все функционирующие, капиталисты и граждане, вот они, скажем, проводят там расчеты и так далее. Пожалуйста, бери эту готовую систему, наполняй другим содержанием. Вот это отдельный пример. А в целом, значит, коммунистические отношения надо строить. Вот я могу пояснить это с точки зрения диалектики. Кто вот читал, дошел до третьего тома «Учение понятий» до самого последнего. Есть такие. Абсолютная идея, да? Вот в Геге заканчивают абсолютные идеи. Она представляет себя единство двух идей, да? Идея познания мира и идея теоретической идеи. – Преображение. – Совершенно правильно. Идея преображения мира. То есть, практическая идея. И вот как строится коммунистическое общество и коммунистическое производство? Вот рабочий класс, партия, познают эту коммунистическую идею и созидают. Чем и занимались рабочий класс России вместе с трудящимся, большевистской партией. Вот строили эту экономику на основе познания этих интересов. Вот познали тогда и выявили, построили. Вот тебе, пожалуйста, снижение себестоимости, рост производительности труда. И система государственного управления планово централизована. А вот в 60-70-е годы занимаются разрушением и возвратом, соответственно. Пустого места не бывает, оно тут же наполняется. Это чем? Предыдущая система производственных отношений. Давайте пройдемся по вопросам. У нас еще будет второй час занятия. Вопрос от слушателя Людмилы Викторовны. Выступает ли государство как совокупный рабовладелец, платя нам бюджетникам в государственном ботаническом саду зарплату 12 700 рублей? Мы, предпенсионеры, уже не можем работать начальников по 12-14 часов за более-менее достойную зарплату. Кто может попытаться ответить уже с точки зрения науки? Государство – это же объединение капиталистов. Правильно. Точнее, это не объединение капиталистов. Как? Горячо. Государство – это аппарат насилия. Это как политический орган, да. Это организованный, так сказать… С точки зрения экономических отношений – это совокупный капиталист. Можно так сказать. Комитет по делам управления буржуазией. Вот нам говорят, у нас общенародное государство. Ну, какое же? Наш классовое государство – это сугубо классный инструмент государства. Поэтому современное буржуазное государство у нас в России – это, по сути дела, совокупный капиталист. Правильно? И он отставит свои интересы. Да. Второй момент. Вот здесь вот Людмила Викторовна говорит, как выступает ли государство как совокупный рабовладелец. Вот можно так сказать или нет? Нет, нет, нет. А почему? Потому что рабовладелец был две информации назад. Потому что работники все-таки лично свободны. Формально пока нет. Ну, как нельзя. Ну, мы же говорим постоянно. Вот и по радио слышим, по телевидению говорят, в печати пишут. У нас общество наемного рабства. Это принуждение экономическое. Совершенно правильно. Совершенно правильно. То есть, точно в политико-экономическом плане сказать, что у нас рабовладение нельзя. Вы правильно сказали. И раб – он не человек. Ну, кто он? Говорящий орудие. Говорящий орудие. Да, да. А у нас все люди свободны. Формально, да? У каждого в паспорте. Пожалуйста. Не нравится этот капиталист? Свободу? Этот наемный рабовладелец. Пожалуйста, в другом. Да. Пожалуйста. Поэтому можем говорить вот так. Ну, если брать в кавычки, понимать, что это переносом смысла. Наемная система наемного рабства. А что касается сути вопроса. Ну, имеется в виду, вот слушатель говорит, что обирает совокупный капиталист в лице буржуазного государства. Ну да. Всех бюджетников. Какие функции выполняет этот совокупный капиталист или комитет по делам управления буржуазии? Ну, капиталисты интерес… Ну, с точки зрения вот этого получения прибыли. Да. Ну, вот он получает прибыль за счет того, что платит 12 700. Но даже капиталисты, самые неграмотные, я думаю, что капитал не считали, даже те, кто читали, неважно, не в этом дело. Они должны понимать, там, может быть, краешком совсем свое сознание, что источник богатства, источник прибыли – это труд рабочих. Или в широком плане возьмем, работа всех трудящихся. Поэтому нужно рабочих и трудящих в известном состоянии, приемлемом, в каком-то минимальном. Ну, если дойную корову, вы вот будете доить, 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 ну сколько, день, два, три, затем она умрет, и вы лишитесь молока. То же самое здесь, в минимальном плане. Поэтому, скажем так, для нормального существования, вы знаете, сколько нужно рабочему и членам его семьи. Для нормального существования, не шикарного, 230 тысяч при одном работающем, да? При двух, там, может, 150, 170. В зависимости от территории и городов, да. Какое у нас, а у нас нет такого понятия, так сказать, в буржуазном праве, в буржуазной, так сказать, экономике, есть понятия у нас два. Минимальная оплата труда и прожиточный минимум. А что такое прожиточный минимум, чему он равен сейчас? Сколько товаров он может съесть? Одиннадцать? Нет, нет, не так. Ну, от слова прожиточный минимум. Чтоб не умереть. Вот. Чтоб не умереть с голоду вообще. Одиннадцать тысяч рублей с хвостиком. Правильно? Мне кажется, сдохнуть можно. Сдохнуть можно. Можно, да. Можно, да. Ну, дальше. Нужно рабочих, трудящихся лечить или нет? Нужно. Какой-то минимум больниц нужно содержать в поликлиниках? Нужно. Какое-то количество врачей нужно содержать в буржуазном государстве? Нужно. Какие-то деньги нужно им выплачивать? Врачам нужно. Школы нужно содержать? Нужно. Но все-таки станки-то серьезные сейчас, производство серьезное, рабочие должны быть грамотными. Какую-то специальность обучать нужно? То есть, вот функции буржуазного государства вот такие. Какое-то минимум поддерживать. Внимание. Так, будем считать ответили на этот вопрос. Сделаем перерыв. Десять минут. Ответите по времени. Давайте. По времени. Почему именно время? Ну, так сложилось, мне кажется. История по логике. То есть, вот смотрите. Неожиданный вопрос. Надо подумать, подсудить. Значит, стоимость и затраты труда. Вот это абстрактнота. То есть, затраты самой энергии. Ну, как вот она измеряется? Количеством этого однородного труда. Однородного. Мне кажется. На логике нельзя пользоваться ни микроскопом, ни скальпли, ни чем. Ни каким-то физическим или химическим инструментом реактивным. А вот время, другое дело. Это же абстрактный. Это абстрактный труд. Это абстрактный труд. И это, ну как здесь, на головах. Вот первая функция денег – мера стоимости. Для того, чтобы измерить стоимость товара. Вам он нужен? У тебя есть только товар. Товар. Нет. Вам нужен какие-то инструменты? Мне нужна эта функция исполняется где и кем? В голове товаропроизводителя. Подумал, сказал, я выросил мешок картошки. Он меня прикинул. Он понесу за миллион рублей на рынок продавать. Мне кажется, что просто время, оно и энергию включает, или еще что-то важное включает в вещи. Нет. Значит, стоимость – это общественное отношение. Общественное. То есть, измерять его никакими джоулями, калориями невозможно в принципе. Наверное, так вот. Это общественное отношение. Вот смотрите. Вырастили в мешок картошки. Сколько потратили? Джоули, пила, джоули. Много, да? И можете измерить? Ну, если вы пригласили всех нас и накормили, да? Не играем от стоимостью картошки? Нет. Вообще стоимостью для картошки нужна. Выгнали вы нас, повезли на рынок. Стоимость и продали. Вот стоимость появилась. Это общественное отношение. Это невозможно измерить. Это принципиально разные вещи. Общественные отношения, какие-то физические, химические реакции. Редкие проблемы. За нас просто стоимостью нет. Да? Это что? Это капитал. Это что? Да. Почему здесь вот эта стоимость? Вот эта стоимость обозначается и тут же стоимость. Вы думаете о круге пистолиста немецкого языка? Он когда-то должен понимать по-русски. Смотрите. Значит, вот смотрите. Значит, это немецкий, немецкий здание капитала. И переводчики, которые это делали. Кстати, первый перевод был сделан еще в царское время. Да. Они вот читали по-немецки. И у них возникли проблемы. Вот почему появляется вот это дело? Потому что у переводчиков возникли проблемы. И они дали вот этот вариант. Ну, в скобках поставили, что у Марса это вот так. Поэтому, если вы хотите найти истину, выучите немецкий, возьмите вот то издание и сделайте самостоятельный перевод. И это есть и в науке логика, если чайские детали переводят. А другого объяснения здесь нет. Вот я не знаю, как переводится по-немецки. Это с немецкого на русский язык. Но переводчик, это же два разных слова назвал одинником стоимостью. Вот у товара два слова. Первое. Он пишет «чувственная». Это понятно, что там некая противоположность там, да? Вот смотри, потребительная стоимость. Вот мы ее можем пощупать, потрогать. А стоимость это не уловимая. Это общественное отношение и еду. Понимаете? Денисок картошки. Я уже пойду. Вырастили. У себя на огороде. Пригласили всех нас. Варили, угощаете. Стоимости там нет вообще ни грамм. Нет, нет. А затем передумали. На товаровании нет стоимости. Правильно. Вы передумали. Вот мы к вам едем. Скажи, едем. Пойду продам. Пойду продам. Все у нее есть стоимость. И появилась стоимость. Не было едут поисков. В той же самой картошке. Это общественное отношение. Вот читаете непонятно. Раз вернется, два. Опять непонятно. Идите дальше. Я науку логики Гегеля Георгия Вильгельма Фридриха в первый раз в руки взял в 1977 году. Сколько это лет назад? 23 плюс 19? 42. 42. 42 года назад. Ну вот, признаюсь как на духу, но вот на столечко вот я осилил. Да. Могу даже хоть объяснить. Могу даже объяснить. А так вот так. Уж там вообще. Да. Сплошная абстракция. А вот интересно. Производство – это присвоение материальных благ. А вот присвоение – это что значит? Присвоение не в смысле присвоить, украсть там и прочее, прочее. Присвоение – это превращение предметов природы в продукты своей жизни и деятельности. Вот такое научное понимание. А можно вопрос? Можно? Давай. Да. Государство эксплуатируемых. Хоть это и не милитарий, но трудящийся. У нас есть вопрос. Мы можем не то что себе два часа обсуждать и будем обсуждать. Трудящаяся, эксплуатируемая масса следует различать. Строго говоря эксплуатируют только, то есть высасывают прибавочные труды из рабочих. А все остальные участвуют в процессе производства. Как не участвуют. Вот. Но сами прибавочные стоимости не создают. И они получают. Либо от государства, либо от капиталистов. И они делятся частью своей прибавочной стоимости, ну и всем остальным. То есть, получается, они тоже участвуют в косвенном эксплуатации? Нет. Так. Смотря какая функция. Вот врач. Как он сейчас тут? Он, получается, кормится с прибавочной стоимости. Он выполняет важную, полезную функцию. Показание услуги, да? Нет. Нет. Давайте на предприятии возьмем инженер. Может рабочий без инженера сделать десант? Нет. А без бухгалтера сейчас тоже нельзя. Бухгалтери зарплату насчитают, расчеты все сделают. Они непосредственно не участвуют в производстве вещей. Они, как часть совокупного работника, указают опосредственное воздействие. Но источник их заработной платформы не стоит. И капиталист дает. Вот генералному директору миллион, да? Бухгалтеру там 50 тысяч. Этому инженеру 100 тысяч. В конечном итоге источник прибавочной стоимости труд, наемных, рабочих. Это очень просто. А то, что идет в общую казну капиталистов, это потом распределяется по бюджетникам, врачам, учителям. Ну, я имею в виду, что получают, но мало даете, но не получают. Эксплуатируют ли их? Да. Строго? Я думаю, что строго нет. Даже если 12 тысяч получают? Конечно. Им не доплачивают просто. Они, строго говоря, не создают прибавочной стоимости. Да. Но они выполняют важные услуги. Услуга – это полезное действие направленного человека. А как определить ее стоимость? Получаются какие-то другие законы? Почему такие другие законы? Ориентироваться надо на стоимость рабочей силы. А вот еще надо... Скажем, часть закона Ленинга в государстве революции писала, что, скажем, управленцам, чиновникам, надо установить жалование, и выше средний заработок рабочего. Ну, надо ориентироваться чуть выше, чуть ниже. Это очень конкретная ситуация, которая зависит от конкретной обстановки в стране. В первые годы советской власти все приглашали буржуаза, специалистов, и им платили большие деньги, гораздо больше, чем рабочим. Только отступление от общего права – все это важно. Так, давайте, пожалуйста. Начнем с вашего вопроса. Да. Что вы прочитали Ленина, скажите, пожалуйста. Какое-то письмо он писал про фильмы, что вот кинопром говорит, надо снимать перед, во-первых, развлекательные фильмы, что там цель для прибыли. И второе – это вот такие идеологические, рассказывающие про акрессии, например, в Англии, в Индии и так далее. Значит, суть вашего вопроса не в этих фильмах, а в прибыли. А в том, что слово «прибыли» я увидела. Это частный вопрос у Ленина не только в этой статье. Вы найдете вообще во всех тех статьях, которые касаются проблем строительства социализма в переходном периоде. 7 ноября 1917 года по новому стилю, 25 октября, свершилась советская революция. Была установлена диктатура пролетариата. То есть мы называем поэтому в полном основании ту страну, которая возникла советской или социалистической страной. А вы скажите, пожалуйста, экономика какая была 8 ноября? Вот 8 ноября какая была экономика? Капиталистическая. А 9 ноября? А 10 ноября? А в декабре 1917 года какая была экономика? Капиталистическая. И начали формировать строительство социалистической экономики только в начале 1918 года, когда последовала национализация крупнейших предприятий. И вот создание системы государственного планово-централизованного управления, совершенно правильно сказали, начался переходный период от чего? Капитализма. Коммунизм. Коммунизм. Переходный период. Вот как идет развитие. Соответственно, если экономика была капиталистической, какие законы действуют в экономике экономической? Закон стоимости, закон производства прибавочной стоимости. Какая основная цель? Конечно, все это было. Так, давайте идем дальше. Значит, мы сейчас еще раз пройдемся по вопросам. Так, секундочку. Вопрос слушатель из Москвы, Иван Владимирович. Правильно ли я понял, что рабочая сила делится на две части? Первая часть – товар рабочая сила. И вторая – рабочая сила для собственного пользования. В скобках сад, огород, прибивание полок. И понятие стоимости можно применить только к товарной составляющей. Вот такой сложный, вроде запутанный вопрос. Кто попытается ответить? Ну, вторая часть – это свободное время. Пожалуйста, по одному только, пожалуйста. Как я понял, рабочая сила в форме товара, которая заключена в товаре, это и есть рабочая сила. А вот вторую часть, я так понимаю, здесь это свободное время, которое человек может использовать для себя. Давайте так вспомним понятие, что такое рабочая сила. Есть коротко, это коротко, но вот короткие определения хороши до известного предела. В этом коротком определении упущен очень важный момент. А что такое труд тогда? Давайте так, можно сказать. Способность человека преобразовывать природу в природу. Вот здесь вот точно один момент очень важный. Значит, это совокупность умственных, физических способностей, усилий, которые человек направляет каждый раз на производство чего? На производство материальных благ. Вещей и материальных благ, вот. Поэтому рабочая сила – это способность производить материальные благ, вещи и вещи. Вот это первое. Это первое. Второе. Это общее определение, понятие труда, которое применимо для любой формации, для любого способа производства. Первобытная община в катастрою. Использовали люди свои физические, умственные возможности, чтобы производить какие-то продукты? Использовали. В рабовладении тоже? Да. В феодальном способе производить? Тоже? Тоже. А в чем особенность? Какую экономическую сумму при капитализме? Обочная сила при капитализме становится товаром. Товаром. Совершенно верно. То есть, она продается и покупается. Поэтому, в принципе, товарищ задал вопрос и на него правильно ответил. Ну, да. Да. Просто вторая часть, мне не все понятно. Это просто применение для себя. Хорошо. Значит, давайте так скорректируем с учетом поступивших вопросов. Корректируем ведение занятий. Один вопрос. Тот, что я предполагал, плановый. Мы смотрели на эти вещи, на производство прибавочной стоимости глазами рабочего. А теперь давайте посмотрим глазами противоположного класса. Класса капиталистов. Тем более, здесь последовал вопрос. Один такой интересный. А куда делись средства производства? Разумно, так сказать, резонный вопрос. Что на лекции я это дело опустил. Для того, чтобы выделить главное. Но ведь в процессе производства участвуют не только рабочие. Просто, действительно. А участвуют средства производства. Ведь капиталисты тут приобретают средства производства. Станки, технику, оборудование. Вот из зданий, заводов. И с другой стороны рабочую силу. Процессы производства, они соединяются. Идет процесс производства. Результатом которого является товар, продукт. В котором уже заложена прибавочная стоимость. И когда она реализована, капиталисты компенсируют, возмещая затраты на рабочую силу. На средства производства. То есть на переменный постоянный капитал. И у нее остается некоторый такой избыток. Прибавочная стоимость. А вот как они участвуют в процессе производства? Да. Важный момент. В процессе образования и создания стоимости. Но они сокращают время на производстве. Давайте тогда. Поскольку тему не рассматриваю. Постоянный капитал. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Значит, стоимость товара складывается из двух составляющих. Первая – это стоимость потребленных средств производства. И вторая – стоимость. Вновь созданная стоимость. Это стоимость рабочей силы и прибавочная стоимость. Ну, на поверхности, так сказать, экономических явлений. Кто сталкивался, скажем, с калькуляцией сдержек производства. Или называет иногда ее себестоимости по старинке. Следы социализма в капитализме остались. Себестоимость уже есть такая. Категория используется в некоторых предприятиях. Значит, обозначается буковкой латинской стоимостью. Постоянный капитал или стоимость средств производства. С плюс новая стоимость. В – переменный капитал рабочей силы. Плюс М – прибавочная стоимость. Вот мы с вами на прошлом занятии рассматривали процесс создания новой стоимости. Вот она – В. В течение части рабочего дня рабочие создают эквивалент стоимости своей рабочей силы. Это В. Или переменный капитал. А в течение другой части рабочего дня создают прибавочную стоимость, которая присваивается капиталистам. В. Вот она здесь у нас появляется. А средства производства – они тоже входят в стоимость товара? В. 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 В... В. стоимость рабочей силы, здесь ее нет. Потому что здесь мы рассматриваем абстрактный труд, а выход очень простой, замечательный. Трудно-седвойственный характер, то есть конкретным трудом в процессе производства рабочий переносит стоимость средств производства на готовый продукт. А абстрактным трудом создается новая стоимость. Дальше уже повторяться не буду. Вот отличное, блестящее решение этой проблемы экономической. Ну вот дальше смотрим глазами капиталистов. Но есть же такой класс капиталистов. Давайте посмотрим, как он видит этот процесс. Капиталист что, только на заработную плату тратит деньги? Нет, на средства производства. Он тратит капитал. То есть для него важно. Капитал обозначается буква КК. А капитал он покупает средства производства, повторяю, и рабочую силу. Капитал функционирует и в итоге после всех пертурбаций и превращений капиталист получает прибыль. Прибыль обозначается буква КП. Ну мы уже рассматривали вопрос, что прибыль это превращенная в форму прибавочной стоимости, как она выступает на поверхности явлений. То есть прибыль это есть порождение всего капитала. То есть в голове капиталиста получается следующее. Он несет издержки производства. Издержки производства это С плюс В. Вот капитал, он складывается из С плюс В. И в результате функционирования всего капитала, а не только его переменной части, он получает некоторый избыток, прибыль. То есть в голове капиталиста нет такого, что вот рабочий приносит ему прибавочную стоимость. В его голове складывается, что капитал приносит стоимость. Так ведь? А источник прибыли? О, здесь фантазий много. Мы это обсуждали немного на прошлом занятии, потом и в перерыве, и шли к метро, обсуждали. Я поднял литературу, чего только нет. Насчет бережливости капиталистов, в отличие от расточительных рабочих, мы говорили, да? То, что трудятся средства производства, тоже говорили. Ну, одна из таких распространенных, это плата за риск. Прибыль это источник. Плата за риск. Ну, сами посудите. Ну, вот рабочий, он пришел на готовенькое, вот тебе завод, вот станок, крути, там, педали, нажимай на кнопочки, как сыр в масле катается. Никакого риска несет, да? А капиталист, он же несет риск. Ну, произвел товар, много, так сказать, продукции, не продал все, разорился. Плата за риск. И много таких вариантов. Вот, ну, давайте мы вернемся, у нас же тема, как еще звучит, тема занятия, экономические проблемы современной России. Мы все, конечно, не рассмотрим, мы одно рассмотрели, это то, что у нас две, точнее, проблемы. Это заработная плата, которую не дотягивает до уровня стоимости рабочей силы, да, и рабочий день. Мы видим, что вот эта цель капиталистического производства, получения прибыли, она толкает его, точнее, два метода, к увеличению абсолютной прибавочной стоимости за счет увеличения рабочего дня и относительной прибавочной стоимости за счет роста производительности труда. Ну, давайте, ведь процесс производства, он не закончился на одном цикле. Вот, произвели на капиталистических предприятиях товары, реализовали, капиталист получил деньги, что он должен сделать? Прежде всего, он должен возместить средства производства, потребленные, выплатить заработную плату. Затем, что он делать должен? Цель-то у него какая, да? Капиталы что такое? Самовозрастающая стоимость. Вот она все так и... И пределов самовозрастания нет. Ну, во-первых, он должен из этой прибавочной стоимости, которую он себе присылал, какую-то часть приличную взять на потребление личное, так ведь? Ну, согласитесь, что у капиталиста в связи с трудностями, сложностями, не тот уровень потребления, да? Залицентрирование. Много денег, нервы, стрессы. Конечно, и что там, однокомнатную квартиру, там, двухкомнат, трехкомнат, ну, там, больше. Мы не будем этой темы касаться. Ладно, пускай они. Но часть прибавочной стоимости он должен отправить на обратное, на увеличение производства. Это называется накопление. Можно так сказать, капитализация части прибавочной стоимости, это есть накопление капитала. То есть вот эта прибавочная стоимость должна пойти на добавочный C, обозначим, что их плюс добавочный переменный капитал. То есть добавочные средства производства и добавочную рабочую силу. И вот этот процесс называется накопление капитала. И вот капитал накапливается, накапливается, это нормальное развитие. Понятно здесь, да? А вот тамортизация здесь, здесь сидит. Возмещение, да? Все, сейчас идем. Закономерный вопрос, очень логичный. То, что я хотел опустить, вы меня глобили. На этом не заканчивается преобразование, превращение в голове капиталиста, ну, вообще, я бы сказал, на поверхности явлений. В его понимании нет деления на постоянный переменный капитал. Он нужен нам для понимания, скажем, образования прибавочной стоимости. А что на самом деле? На самом деле, вот идет дальнейшее развитие, модификация этого дела. Постоянный капитал делится на две части. Основной капитал, или сейчас называются основные фонды, так? И кто сталкивался с бухгалтерией, и оборотные средства. Средства, да? И оборотные средства объединяются с переменным капиталом, затратами рабочей силы. В чем отличие? Основные, по названию можно догадаться. Основные и оборотные. Оборотные, которые постоянно оборачиваются. Основные, которые долго служат. Вот такой основной критерий. Станок, он что, капиталист купил, один оборот произошел, скажем, в течение недели капиталист произвел какую-то продукцию, продал, что надо станок иметь? Нет, он служит несколько лет. Или транспортные средства. А здание? Здание, ну, так сказать, цех может простоять и 10, и 20, и 30 лет, если капитальное. Поэтому критерий деления капитала на основную оборотность следующий. К основным средствам относится, к основным фундам, или к основным средствам. Та часть средств производства, которые служат много лет, несколько лет, и переносят, конкретно трудом рабочие переносят их стоимость на готовый продукт частями. Вот этот процесс называется амортизация. Ну, совсем по-простому. Вот капиталист. Купил станок, который по всем нормативам должен служить 10 лет. И стоит он миллион рублей. Значит, что должен сделать капиталист по истечении первого года? Точнее, его бухгалтер это делает. Совершенно правильно. Совершенно правильно он должен посчитать. Ну, вот если за миллион купил, через 10 лет он превратится в ничто, износится полностью. Мы опускаем вопрос износа морального, физического. Он должен накопить необходимые средства. Тоже не берем вопрос инфляции и прочего. И даже развития. Миллион рублей. Значит, 100 тысяч рублей он должен отложить. Вот этот процесс амортизации, да, связан с амортизацией. Аморта, то есть не умирание. 100 тысяч в особый фонд, в амортизационный фонд. И через 10 лет взять оттуда, купить новый станок. Оборотные средства. Это сырье, материалы, которые постоянно используются. И заработная плата. Которую нужно платить заработную плату как минимум два раза в неделю. О, два раза в месяц, правильно? Оборотные средства. Ну, это зависит от технологического процесса производства. Это мы пока не берем накопление. То есть амортизация связана с простым воспроизводством. То есть не увлечение. А вообще, если капитализм рассматривать как форму развития производительных сил, он должен развиваться. То есть помимо откладывания средств в амортизационный фонд, для того, чтобы просто возобновить те основные фонды, которые были куплены, нужно еще накапливать. Дополнительно. Вот в области теории. Ну, немного давайте посмотрим статистику. Она такая любопытная. Что в головах? Она вообще в нашей буржуазии. Сколь мы затронули эту тему. Вот что касается амортизации, то есть неумирания фондов. Есть замечательная статистика. Федеральная служба государственной статистики. Вы можете зайти, пожалуйста, там полистать, покопаться. Много чего совершенно непонятного, ненужного, лишнего. Есть очень много полезного. Вот я вам выбрал наиболее показательное. Есть такой показатель – степень износа основных фондов Российской Федерации. Степень износа – это, значит, отношение полностью изношенных фондов к общей остаточной стоимости фондов. 50 процентов, 48,1. То есть 50 фондов изношенных. И эта цифра растет. В 90-м году было 35 процентов. О чем это говорит? Не возобновляют. Да, совершенно верно. То есть… Используют пока жилье, пока дышат. Начисляют, это вам гарантирую, начисляют все, как полагается. А что значит начислить? Это бухгалтер что сделает? Есть нормативы. Установлены правительством. Начислят. Это определенная сумочка. Куда она включается, эта сумочка? Это огромные миллиарды, триллионы рублей. В издержке производства или в себестоимости. А, соответственно, куда она попадает? В цену. Затем куда? В выручку, которая возвращается капиталисту. Но эти деньги, поскольку у нас фонды стареют и стареют, это косвенные показатели. Но прекрасно говорит о том, что эти денежки уходят совсем другие дела. Росстат отчитался за первое полугодие. Победные регуляции. За первое полугодие этого года российские компании, все вместе взятые, вложили в инвестиции 128 триллионов рублей. Вот в моей голове эти цифры не укладываются. Триллионы. Ваши как? Я могу сказать, построить мост через него, вот мостов не хватает у нас, да? Это 5, но максимум 10 миллиардов рублей. Ветка метро полностью, но это 200-300 миллиардов рублей. Построить завод. Это будет золотой завод, суперсовременный и так далее. А это триллионы. Но для сравнения скажу, стоимость всех основных фондов в Российской Федерации, то есть это все здания, сооружения, станки, машины, все, что служит больше одного года и так далее, превысило 200 триллионов рублей. Значит, получается вроде по статистике, а инвестиции – это что такое? Вложение. Вложение, да. Вложение туда, в производство, в экономику. Вроде все здесь обновили. Ну вот, оказывается, нет. Оказывается, их нужно разделить на две части. Так вот, из этих 128 триллионов 123 триллиона составили вложения финансовые инвестиции. А капиталовложения только 5 триллионов рублей. Так вот, капиталовложения, слово, да, вложение капиталов, вложения в основные фонды. Это вот приобретение станков, либо модернизация оборудования, либо так далее. А 123 триллиона – это финансовое вложение. Знаете, что это такое? Ну, бумаги, цены. Совершенно правильно, их много. Последний маленький пример. Вот такая газетка, где было Петербург. Значит, правительство Санкт-Петербурга одобрило включение в городскую адрестую инвестиционную, да, слово инвестиции, это вложение в производство, вроде как, в экономику. Программу на 2019-2021 годы 9 миллиардов рублей на ремонт сетей теплосеть Санкт-Петербурга. Ой, как мне приятно стало. Ведь у нас постоянно все это рвут, все эти. Вот сейчас воды горячей нет, там все пережили, где я живу. 9 миллиардов – это приличный сень. Ну, думаю, все, отремонтируют, да? А дальше маленькими буковками написано. Деньги должны быть потрачены на приобретение пакета акций теплосельств Санкт-Петербурга, которые сейчас, ну, не принадлежит Смольному, а подконтрольному там ООО, я название не буду говорить. Значит, что это? Никакие это не инвестиции в основной капитал. А что это такое? Купли-продажи. Кому попадут эти 9 миллиардов? Бывшему, нынешнему собственнику, кто имеет контрольный пакет акций. И что он будет вкладывать в то, что продал? Глупость. Ну, ладно. То есть, на сегодняшний день вывод-то очень простой. Есть капиталисты двух типов. Те, которые выполняют свое предназначение, как персонифицированный капитал, которые вот как-то так стремятся, чтобы стоимость самозрастала. А у нас, получается, она, не знаю как, самоубывает, что ли. Так, ну, это вот один вопрос, который я хотел планово рассмотреть. А теперь давайте за оставшееся время на те вопросы, которые задали. Я думаю, здесь мы сможем пообсуждать. Всегда я стараюсь обойти некоторые вопросы, но каждый год поднимаются. Видимо, они наболевшие. Итак, вопрос от слушателя Красного университета Юрия Пустового. Добрый вечер. Замочил вопрос. Если я подрядчик-строитель, у меня работают мастера, их труд я покупаю, например, за 6 рублей за единицу. Заказчику продаю за 10 рублей за единицу. Прибавочная стоимость 4 рубля. Тогда я мелкий буржуй, знак вопроса. Но я нахожу объект, делаю сметы, закупаю материал, нанимаю рабочих, веду объект, беру на себя всю логистику и ответственность. Свой труд я оцениваю в 4 рубля единица. Ну, 6 плюс 4, получается 10. Получается, 4 рубля, это уже не прибавочная стоимость, а стоимость моего труда. Значит, я уже не буржуй, а пролетарий. Знак вопроса. Как правильно объяснить, пожалуйста? Вот. Сразу второй вопрос, поскольку второй вытекает из первого, точнее, более общий, и сразу он связан. Как определить меркого буржуа? Используется ли труд производительный? Мелкий буржуа эксплуататор или эксплуатируемый, или и то, и другое сразу. Ну, кто сможет попытаться ответить на этот вопрос? Проблема здесь есть, она известная. Кто такой мелкий буржуа? Или представитель мелкой буржуа? Вот есть такой класс, да? Класс – это большие группы лиц, которые различаются по месту в общественной системе производства, по месту производства прежде всего. Так вот, всегда выделяли не только класс, капиталистовый класс наемных рабочих, такой между ними класс мелкой буржуазии. Вот кто такой мелкий буржуазии? Представитель мелкой буржуазии? – Это, наверное, кто не использует труд наемных рабочих. – Так. – При этом не имеет. – Средства производства. – Совершенно правильно. Наиболее в истории кто наиболее яркий представитель класса мелкой буржуазии? – Крестьяне. – Совершенно правильно. – Крестьяне, да. То есть крестьяне имели средства производства и сами трудились. Это мелкие товары производителей. Прибавочной стоимости здесь нет, поскольку прибавочная стоимость создается трудом наемных рабочих. Наемный рабочий – это кто? Свободный человек, с одной стороны. И второй – условия, не имеющие средств производства. Если бы он имел свои собственные средства производства, то он бы работал на них, не был бы наемным рабочим, а был… – Капиталист. – Ну, какой же капиталист? – Был бы представителем мелкой буржуазии. Это так. Понятно в области теории, да? Вот по второму вопросу. Возвращаемся к первому. Как вот оценить первый пример? Вот я зачитал вопрос. – Она использует трудный метод. – Ну, какие-то желания. – А, нет, это все. – А, это как-то лист. – Нет, ну, там у мелкого буржуа, у него как бы две проблемы. То есть, с одной стороны, он хочет стать капиталистом в полной мере, а с другой стороны, у него постоянная опасность разориться, то есть, и пополнить отряд для рабочих классов. – Ну, в теоретическом плане правильно. Ну, давайте, может быть, вот так вот вернемся к истории, да? Где же крестьян, наверное, читали и романы, литературу тех времен, и фильмы, и книги читали. – Вот Костянин вырастил урожай у себя на участке, да? – Его надо быстро, в короткий срок собрать. – Что он делает? – Он приглашает соседей, родственников, да, которые помогают ему собрать этот урожай, платят ему за это деньги. – То есть, он нанимает наемных рабочих, по сути дела, и платит им, и заработную плату. – Так становится он от этого капиталистом или нет? – Есть вот критерий должен быть, какой? – А если он больше пятидесяти процентов на себя тратит? – То есть, средства производства у него нет? – Ну, как? – Нет, вот крестьянин, вот у него клочок земли, свои средства производства, вот нужно что-то срочное сделать, урожай собрать. Он не соберешь, все пропадет, он пригласил родственников и деньги им заплатил, они помогли ему собрать урожай, он заплатил ему деньги. Он капиталист или нет? – Пока не по факту. – Нет. – Ну, когда или нет? – Потому что он прибыль еще не получил. – Потому что он прибыль еще не получил. – Там же нет привлечения рабочих. – Ну, в смысле как? – Ну, как есть, привлек наемную рабочую силу, мало ли что родственники. Хорошие родственники, соседи, чужие. – Он сам трудится. – Он сам трудится. Здесь, наверное, должен быть критерий, дорогие товарищи. – А если… – Какую долю, вот это, так сказать, то, что он получает… – Прогладает его собственным трудом. – Его собственным трудом, да. – Вот в этом примере еще раз прочитаю, да. – Если участвует сам. – Вот если я подрядчик-строитель, вот он пишет, организация работ, составление СМИ, договоры, закупка и так далее. Разве это не труд? Ну, это второй вопрос и будет. Ну, вот он продает продукцию за 10 рублей, за единицу. Ну, такой пример. При этом 6 рублей платит рабочим, а 4 рубля вставляет себе. – Ну, больше, если он платит рабочим, то нечего вставляет себе. – Ну, нельзя его назвать капиталистом здесь. – Другое дело, если у него было бы 100 рабочих, да? – Угу. – И он бы тогда рабочим заплатил бы по 6 рублей, а сам бы получил 4 на 100 – 400 рублей. – Да. – И это было для него определяющим. Не вот труд и, так сказать, доход, который он получает от своего труда, а вот эта прибыль и прибавочная стоимость, которую он получает от своих рабочих. – Тогда бы он стал капиталистом. Я думаю, здесь вот такой критерий надо взять и в каждом конкретном случае определить. – Если 100 человек? – Ну, я примеру сказал. – Что если он? – Примеру. Ну, может быть, и 3-6, может быть, и 5 рабочих. – Берет больше? – Значит, от того, сколько он сумму? – Конечно, конечно. – Если себе берет больше, чем он отдал им или как? – Грубо говоря, если… Вот как в советское время, кстати, было. Вот рабочий средний – заработная плата рабочих. Советское государство должно установить какую заработную плату управленцам, чиновникам. – Не больше. – Не больше? – Средний. – Жалование. Это ни в чем не заработок, но жалование. Сколько рабочий класс – жалуют чиновникам. Не выше средняя заработка рабочих. А если это в 10 раз выше, если это в 100 раз выше, то что получается? Они присваивают часть прибавочной стоимости фактически. Так. То есть, вот идея такая. О каждом конкретном случае надо посчитать. Ну, понятное дело, что если рабочий получает у него 6 рублей, а он сам себе 4 рубля, ну какой он капиталист? Никакой же не капиталист. – Он не про капиталиста спрашивал, а про буржуа спрашивал. – Да, он мелкий производитель. Мелкий товаропроизводитель. Вот слово «буржуа» не хорошее. Оно… – Мелкий хозяйчик. – Мелкий товаропроизводитель. Вот так вот надо сказать. Ну, представитель мелкой буржуазии, да. Это правильно будет. Совершенно правильно. – Короче, он может назваться крестьяне. – Так, дальше идем. Что есть труд в политэкономическом смысле? Являются ли трудящимися наемные работники непроизводительных сфер труда, сферы услуг? Эксплуатируют ли их, в скобках, парикмахеров, программистов, продавцов магазинов? Есть ли там эксплуатация в политэкономическом смысле? Как соотносится категория производительного труда, умственного труда, управленческого труда и некая категория деятельность в политэкономическом смысле? Ну, здесь очень много вопросов. – По порядку. – По порядку. – По порядку, что такое труд в политэкономическом смысле? Мы уже рассматривали полчаса на прошлой части. Еще раз вспомним, давайте. – Общественные необходимые затраты на производство того или иного. Труд. Ну, давайте вспомним. Кто читал «Капитал» уже? Особо целесообразная деятельность, который человек при помощи средств производства орудий труда изменяет, предмет природы, видоизменяет для своих целей. – Присваивает. – Присваивает, можно так сказать. Если короче, предметы природы – это что, это вещи ведь? – Да. – Производство вещей, производство материальных благ, материальных вещей. То есть, строго говоря, труд в политэкономическом смысле, если коротко сказать, это особо целесообразная деятельность по производству вещей. – Вещей. – Что такое производительный труд? – Вот сколько копий ломаем, и каждый год у нас получается, спорим, спорим. – Ну, это, наверное, как раз, который создаёт материальные блага. – Совершенно верно. – Если коротко, это так. – Вот есть такое основополагающее. Давайте плясать от печки. – То есть, марксистской политической экономии вообще шире возьмём. – Исторический материализм на чём базируется? – На том, что производство является… – Да, примат производства. – И это первоосновость всей человеческой жизни. – Производство. – Вот он, примат производства. – Всё остальное производное. – Вот Энгес писал. – Прежде чем заниматься наукой, политикой, на лекциях ходить слушать, что нужно? – Покушать, где-то поспать, одеться и так далее. – То есть, материальная производство – это первооснова всей человеческой жизни и деятельности. – Отсюда, на этом основе, делается определение такое исходное, основополагающее, фундаментальное понятие производительного труда. – Это труд непосредственным результатом, который является вещь. Здесь два момента. – Насчёт вещи вы уже, так сказать, усвоили, да? – Непосредственным результатом. Что значит непосредственным? Между тем, кто производит эту вещь рабочим, никаких других людей нет. – Вот если вы стоите за станком, на том, что, так сказать, получаются детали, вы рабочий. – Да. – Да. – А если я подошёл, там сказал, вот сделай то-то-то-то, я рабочий – нет? – Нет. – Нет. – Не рабочий. – Поскольку между мною и деталью, продуктом стоит, другой человек рабочий. Неопосредственно. Поэтому я работник. Вот, скажем, на заводе есть рабочие, а есть специалисты и прочее. Без инженера может рабочий сделать деталь? – Нет. – Не может. Без бухгалтера может сейчас? Наверное, нет. Теоретически может, но уже, наверное, нельзя. Но все они работники, они участвуют в процессе производства, но опосредствоваво оно. То есть, рабочие непосредственно, а неопосредственно они… То есть, без их деятельности, полезной, очень важной, процесс производства бы не пошёл и не было бы, так сказать, производной продукции. Но непосредственно производительным трудом эта функция рабочая. Да. Ну, вот я рекомендовал в списке литературы, во время есть такая книга профессоров Золотова Александра Владимировича и Попова Михаила Васильевича «Философия производительного труда». Вот они, опираясь на это определение Маркса и Ингельса, уточнили и развили, что производительный труд – это труд, непосредственным результатом которого является а. вещь, либо б. энергия. Производство вещей и энергии. Ну, электрической энергией тоже есть. И б. транспортировка их, перевозка. Ну, если вещь произвели, ее уже надо перевезти, это производительный труд. Вот что такое производительный труд. Есть еще такое понятие, как услуга. Вот ее надо строго отличать от понятия труда, производительного труда. Что такое услуга? Это какое-то полезное действие, которое направлено на человека. Совершенно верно. Вы пришли в парикмахерскую. Да. Вот парикмахер оказывает услугу. Это тоже важно, очень нужно. Вот вы здесь сидите, я вот вроде что-то говорю, 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 оказываю услугу. И надо различать. Здесь мы не принижаем, так сказать, роль тех, кто оказывает услуги. Педагогов, там, парикмахеров, преподавателей, врачей и так далее. То есть очень важная часть человеческой деятельности, без которой жизнь не продолжалась. Просто надо строго разделять, строго разделять. Производительный труд и непроизводительный. Вот почему-то некоторые, не все, все меньше и меньше, слава Богу, обижаются, когда их деятельность, там, инженер, там, врач или педагог, обижаются, когда его, так сказать, работа называют непроизводительным трудом. Ну, к этому надо привыкнуть. Есть строгий научный критерий, связанный с тем, что вот понятие производства основополагающее, примат производства, марсовый политический канал. А вот идем дальше. Значит, труд – это общее такое понятие, общеэкономическое. производство разобрали. И рабочие, и наемные рабочие создают прибавочную стоимость. На поверхности экономических явлений прибавочная стоимость предстает как прибыль. Прибыль. Так? И вот вы чувствуете, вот уже сужается это понятие производства. Производительного труда сужается. То есть, в капиталистической системе производственных отношений производительный труд – это труд, который создает прибавочную стоимость. Стоимость. Ну, если человек на своем участке, так сказать, выращивает картошку – это производительный труд, но прибавочную стоимость не создает. Вот сужается. Дальше. А на поверхности явлений экономических прибавочная стоимость выступает как прибыль. А прибыль капиталист уже приносит. Не только рабочие. Вот у капиталистов есть театр. Там певица поет. Она приносит прибыль капиталисту? Ну, как, приносит. Чему же? Прибыль. Вот обратите внимание. Да. Два момента. Первое. Речь идет не о прибавочной стоимости, а о прибыли. И второе – не создает прибыль, а приносит. Да. То, что мы рассматривали на прошлом заявлении, идет первичное, вторичное, третичное и прочее перераспределение национального дохода. А национальный доход – это вновь созданная стоимость в течение года в обществе. Вновь созданная стоимость создается из двух элементов. Это затраты переменного капитала, то есть зарплата наемных рабочих и прибавочная стоимость капиталистов. Так. Дальше идем. Вот такие основополагающие понятия. Давайте вместе пообсуждаем. Являются ли трудящимися наемные работники непроизводительной сферы труда и эксплуатируют ли их? Есть ли там эксплуатация в политэкономическом смысле? Я думаю, что сейчас мы все основные понятия изложили, мы можем уже ответить на эти вопросы. Пожалуйста. Трудящимися ли являются? Как будет? Почему нет? Так. В широком смысле. Трудящиеся. Есть ли эксплуатация? Получается, есть. Эксплуатация – это присвоение прибавочной стоимости. Значит, нет. Значит, нет. А что есть? Как вы сказали, недоплание выплаты. Нет, там все выплачивают. Берем тот случай, когда все платят. Вознаграждение там, нет? Ну, перераспределение прибавочной стоимости идет, да. Получается, да. Идет перераспределение. Вот давайте, чтобы было совсем понятно, ведь между группами и капиталистами тоже идет перераспределение прибавочной стоимости. Вот если вы будете читать «Капитал», первый том, Маркс берет отношение только двух классов. Вот он абстрагируется от этой многообразной, так сказать, конкретной действительности. Вот класс капиталистов в целом и класс наемных рабочих. А в третьем томе, вот, кстати, он толще первого, там две книги, он рассматривает, как прибыль распределяется между группами капиталистов. Ну, а какие это группы капиталистов? Промышленные капиталисты, так? Вот где заводы, где производятся товары. Торговые капиталисты. Банкиры совершенно. И земельные. Собственники. Именно собственники. Так что получается? Значит, получается очень логичная, так сказать, и стройная система. То есть, наемные рабочие создают прибавочную стоимость. Вот эту первооснову, да? Прибыли. Которую получают промышленные капиталисты. И затем они начинают вот отдавать, вот им деваться некуда. Без торговых капиталистов они могли бы, так сказать, реализовать свою продукцию? Нет. Значит, вынуждены отдать. Без банкиров можно жить, особенно сегодня? Да ни дня не прожить. Значит, нужно давать. Ну, земельная собственность, если земельные собственники, капиталисты, которые организуют сельскохозяйственные капиталистические предприятия на земле, что платят земельным собственникам? Ренту. Земельная рента. Мы пока не берем форму там абсолютную и дифференциальную земельную ренту. То есть, вот эта прибавочная стоимость, которая на поверхности явлений выступает, как мы выяснили, как порождение всего анонсированного капитала, делится между группами капиталистов. Делится. Вынужден, как бы, промышленный капиталист на предприятиях, которые создаются эту прибавочную стоимость. Ну, вынужден отдать. Потому, что деваться некуда. Ну, давайте посмотрим. Вот банки, да? Если вы возьмете отчет и зайдете на сайт любого банка, возьмете отчет о прибылих и убытках, вы посмотрите, что основной источник доходов банков какой? Кредит гражданского населения нет. Берем пока абстрагируемся от гражданского населения. Это от кредитов. Один из основных видов доходов банков – это… Кредитование. Уплата банковских процентов. Уплата банковских процентов. А это плата за пользование судными средствами. Процент за кредит, проще говоря. Вот банкиры дали кредит промышленному капиталисту. И промышленный капиталист платит банкиру. Во-первых, возвращает эту сумму. Ну, понятное дело. Основной долг. Взял его во временное пользование. Вернул. И некоторую плату. Она называется банковский процент. То есть, банковский процент составляет доход для банкира. А откуда капиталист берет промышленный? Из прибавочной стоимости. Совершенно правильно. Из прибавочной стоимости. Вот такой механизм. То есть, из своей прибыли. А у него попадает на поверхность явлений. Для банкира это у него в балансе и в отчете о прибылих, убытках и доходах. А для капиталиста это будут расходы. И в калькуляции себестоимости производства они попадают в издержки. И производства. Хотя это не совсем точно. На самом деле это источник банковского процента. Это прибавочная стоимость. Поэтому при расчете нормы прибавочной стоимости это надо учитывать. Но у вас будет занятие по степени эксплуатации России. Так, осталось три минуты и несколько вопросов. Сейчас, секундочку. Два вопроса осталось от слушателей заучного отделения. Можно? Можно будет? Конечно. Сейчас, секундочку. Сейчас. Так вот. Ну, этот вопрос у нас переносится на февраль. Из города Тула Никита Андреевич Терехов. Вопрос. Ленин в работе о праве нации на самоопределение писал. Не только маленькие государства, но и Россия целиком зависит экономически от мощи империалистического финансового капитала богатых буржуазных стран. Из этих слов следует, что Россия полностью зависела от крупных империалистических держав. Тогда можно ли ее считать в полном смысле империалистическим? Ну, и дальше. Этот вопрос мы будем обсуждать достаточно, я надеюсь, в следующем семестре. Тема у нас будет называться «Этапы развития капитализма». Сейчас я могу сказать. Ну, вот сказать, автор вопроса вспоминает работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Работа о праве нации на самоопределение написана за два года ранее. Работа «Империализм как высшая стадия» посвящена, ну, по названию. Вопросу «Праве нации на самоопределение». А уже вот в следующей работе, о которой мы говорим, «Империалист как высшая стадия капитализма» Марс переработал гору источников, находясь в самоммиграции. 28-й том, полное собрание сочинений, вот, посмотрите. И дал цельную картину уже, развернутую картину развития империализма в частности, развития капитализма, перехода в империалистическую стадию. В том числе там и задается, так сказать, оценка места России. Там же Россия называется империалистической страной. Поэтому здесь, конечно, вот так бы я ответил пока. Но подробно будем обсуждать это на следующем занятии. Так, у нас время вышло, но я готов ответить к вопросу. Я не расслышала вот то, что нужно было, чтобы рабочий преобразует средства производства в товар. Вы говорили, что там для конкретного труда, а для абстрактного труда. Ну, смотрите, в чем проблема. Потому что саму формулировку нет. Еще раз. Это очень сложный момент. Наверное, насколько нельзя. Вот мы рассматривали на прошлом занятии, да? Да. Вроде бы весь рабочий день. Вот трудится рабочий. И в течение этого рабочего дня создает эквивалент стоимости рабочей силы или переменной капиталовой. И прибавочную стоимость, которая присваивается капиталисту в течение рабочего дня. Вопрос возникает, закономерный вопрос. А где средства производства? Они участвуют в процессе производства? Да. Участвуют. Какое их место? Какая их роль? Тем более, те, кто знакомы с калькуляциями издержек производства, понимают, что вопрос был из зала, что амортизация входит в издержки производства и так далее. Вот как эта проблема, на которую столкнулась классическая политическая экономия Смита Рикардо, Марс ее разрешил. Значит, труд рабочего имеет двойственный характер. С одной стороны, это конкретный труд, как труд, создающий конкретные потребительные стоимости. С другой стороны, труд абстрактный, как затрата человеческой энергии вообще. Так вот, благодаря открытию вот этого двойственного характера труда, это, братья Иванович, разрешилось. Стоять за станком токарь, да, вот на ногу. Производит какую-то деталь. В процессе Италии израсходуется средство производства, и станок вертится, да, электроэнергия, какая-то заготовка, да, какие-то масла и так далее, смазки и так далее. У него конкретный труд, конкретным трудом создается, используются средства производства, и на выходе получается готовый конкретный продукт, другой. Средства производства имеют стоимость? Ну, капиталист покупал за какие-то деньги. Так вот, конкретным трудом рабочий переносит стоимость израсходованных средств производства на готовый продукт. Очень логично. А другая сторона труда, абстрактный труд. Создается новая стоимость в течение, вот как он работает, каждую минуту он создает новую стоимость. Вот, эквивалент стоимости рабочей силы и привычную стоимость. Чего противоречие разрешилось? А если стоимость, да? Что? А W – это стоимость произведенного продукта. С – это постоянный капитал. То есть, затраты капиталиста на приобретение средств производства. Тут, конечно, много посредствующих ступеней. Видите, что в голове капиталиста не постоянные капиталы перемены, а основные фонды – оборотные средства. О чем мы говорили, я повторяться не буду, но насколько вот у нас получилось. Ну что, дорогие товарищи, время у нас вышло. Спасибо. Рад вашему терпению, что я хочу пожелать. Во-первых, мы встречаемся в феврале месяце. Так, тема у нас будет «Основные этапы развития капитализма». Вот там будем рассматривать империализм и место России в империализме. По контрольным работам, все как полагается, пишите. Все будут проверены. Спасибо. Следующее занятие у вас через неделю. Там будет, наверное, Александр Сергеевич Козинов. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...